В этом году в Уфе в зоне подтопления оказались более 80 объектов бизнеса. По прогнозам гидрологов, большая вода придет в регион в начале мая, а полное вскрытие рек произойдет уже в 20-х числах апреля. В половоде ожидается выше многолетних значений на 70 сантиметров. Последний раз такие данные фиксировались 10 лет назад. Этого достаточно, чтобы затопить часть таких уфимских микрорайонов, как Кооперативная поляна, Третья пристань, Нижегородка и Затон. Предприниматели наряду с жителями готовят планы эвакуации. Большинство продуктовых магазинов, по словам собственников, будут работать даже в условиях паводка, чтобы обеспечивать местное население хлебом, питьевой водой и консервами. При этом часть товара и дорогостоящего оборудования организациям придется вывести в безопасное место. Сами предприниматели говорят, предприятия понесут значительные убытки. Привычная работа остановится как минимум на две недели, а кому-то и вовсе придется закрыться. Организации, которым уровень воды все-таки позволит остаться, что называется, на плаву, сократят выручку по самым скромным подсчетам в два раза. Вообще переживаем по поводу света. Если его не будет, то как вообще мы будем работать? Это же морозильник, это пельмени, это же колбаса, которая может растаять, и потом она вообще никому не нужна, правильно будет. Поэтому постараемся сделать так, чтобы такой товар, который может попортиться, мы его вывезем, а уж такие тушенки, чтобы это все было все-таки в магазине. Как рассказали в Уфимской службе спасения, в зону подтопления крупные предприятия в этом году не попадают. В зоне риска в основном небольшие магазины, автосервисы и складские помещения. Самый близкий к реке Белый ресторанный комплекс в Кировском районе столицы решил проблему возведением дамбы. Здесь даже пиковых значений уровня воды не боятся. При прогнозируемых уровнях на территории Уфы в период весеннего половодия в зону подтопления попадает более 2000 жилых домов, в которых постоянно проживает свыше 8000 человек. Порядка 90 садовых некоммерческих товарищей и 81 объект экономики.